Здравствуйте! В эфире телеканал ACBC, передача «Экономика дня» и я, ее ведущая Елена Косолапова. Сегодня мы будем говорить о последних событиях на мировом рынке криптовалют. Отмечу, что последние недели были для криптовалют не очень удачными. Так, курс биткоина за месяц упал на 20 тысяч долларов и на этой неделе достиг минимума с декабря 2020 года. Другая крупная криптовалюта Луна, которая еще в начале мая входила в топ-10 по объему рыночной капитализации, всего за пару дней обесценилась практически полностью. Что спровоцировало такое резкое обрушение стоимости цифровых монет и какие факторы могут определять их стоимость в будущем, я буду обсуждать с экспертами. У нас в студии Фуат Каримов, преподаватель университета АДА по корпоративным финансам программы MBA. На видеосвязи с нами находится Ян Марчинский, сооснователь криптоинвестиционного фонда Y2Finance, основатель школы инвестиций в криптовалюту Ян Вестер. Уважаемые эксперты, здравствуйте и добро пожаловать на нашу передачу. Приветствую вас. Добрый день. Итак, Фуат, хочу начать с вас. Ситуация на рынке криптовалют, ситуация с биткоином. В целом, если посмотреть за ситуацию за последние месяцы, то в конце февраля, в начале марта интерес к ним возрос. Возможно, это повлияли события в Украине, в России, когда люди в этих странах пытались сберечь свои сбережения, как-то куда-то вложить, соответственно, вкладывались биткоины. Но с начала апреля биткоин стабильно падает, и вот вчера он достиг уровня меньше, чем 27 тысяч долларов. Сегодня немножко отыграл позиции, но тем не менее. То есть биткоин находится на минимальном уровне с конца 2020 года. Что-то похожее происходит и с другими криптовалютами, с эфиром в частности. Как вы считаете, чем спровоцировано вот это падение за последний месяц? Какие факторы стали определяющими? Ну, следует отметить, что падение, в принципе, наблюдается с осени. Если мы вспомним, что в сентябре-октябре по отношению к тем же февральским ценам цена была на пике. И те, кто реализовал какую-то часть портфеля, скажем, в ноябре или ранее, то остались относительно выигрыши. Порой это становится цикличным. Многие ожидали, что после Нового года цена будет падать, что мы наблюдали также в январе. Ряд других факторов, которые вы отметили, в том числе и конфликтная зона на территории Европы. Если мы отметим также, что не только это отразилось на рынке криптовалюты. Например, если сравнить курс евро, который отражает относительную нестабильность в Европе, тоже упал по отношению к доллару. Также ожидается определенный риск касательно сферы потребления. То есть, поскольку такие Украины, как Россия, Белоруссия и Украина, практически составляли 20% долю в ряде сельских хозяйственных продуктов, ожидается определенный кризис и фьючерсы на некоторые инструменты, относящиеся к зерну и так далее. Практически на все сферы экономики влияет. Да, совершенно верно. То есть, это не могло оставить в стороне и криптовалюту. Но, возможно, наиболее обсуждаемая тема – это с проектом Луна, который мы сейчас наблюдали за последние несколько дней. И это та, скажем, тихая гавань, которую мы еще ожидали, что стабильные коины, стейбл коины, собой демонстрируют на данном рынке, стали под вопросом. Поэтому, если инвесторы могли делать определенный трейдинг и выходить в USTD или в какую-то другую валюту, то сейчас уже ставится под вопросом, есть ли такая гавань. Я думаю, конечно же, она есть, но можно будет сегодня обсудить, какие у нас есть альтернативные маршруты. Ян, теперь хочу обратиться к вам и подробнее с вами поговорить про криптовалюту Луна. Наверное, это самое яркое событие за последнюю неделю, не только на рынке криптовалют, но, возможно, вообще на финансовом рынке. То, что падение буквально за пару-тройку дней с 80 долларов до где-то 5 центов. Вот с чем спровоцировано такое очень резкое падение? В принципе, криптовалюты падают все, но здесь прямо очень сильно. Здесь, на самом деле, это случается, наверное, идеальный шторм, я бы сказал. Потому что это спровоцированные, на мой взгляд, действия, заблаговременно спровоцированные группы лиц корнями, скорее всего, из Америки. Есть несколько инвестиционных фондов, которые считаются, скажем так, главными источниками, кто ударил по UST и через UST, стейблкоин, потопил Луну. И это очень крупные фонды, если можно, я, конечно, их могу тоже назвать. Но, опять-таки, достоверно сейчас, официально, эти фонды открещиваются от того, что они являются, скажем так, теми, кто обрушил курс UST. А UST, это алгоритмический стейблкоин, и из-за его падения упал очень крупный проект из топ-10 мира крипты Луна. Пока что он еще не до конца упал, но вероятно, более вероятно, что он все-таки не восстановится. Еще раз повторюсь, что проект Луна, Терра, это был реально твердый, качественный проект, но, скажем так, финансовые, как тут сказать, помягче, финансовые киты решили то, что мы хотим заработать деньги путем того, что мы схлопнем, сложим и уберем с рынка очень крупного игрока. А как вы считаете, почему именно этого игрока выбрали? Или это, ну, так случилось, просто пальца в небо? Это, смотрите, когда речь идет о таких крупных системообразующих игроков, как Луна, и сумма, где фигурируют миллиарды долларов, это, они не пальца в небо решаются в этой истории. Они заблаговременно готовятся, и мы видим здесь несколько факторов. Во-первых, проект Луны и вся экосистема Луны, она строилась вокруг их стейблкоина, UST. Стейблкоин – это некий аналог доллара в мире крипты, то есть один UST был равен одному доллару. И в отличие от классических стейблкоинов, у него алгоритмическое начало, то есть там есть определенные математические механизмы, по которым формировался UST. И непосредственно бенефициары, вот все вот это, я бы сказал, движение, спровоцированное движение, нашли брешь и обрушили, скажем так, сильно курс UST стейблкоина. И из-за этого очень сильно, еще более сильно стал рушить токен непосредственно самой Луны. И сейчас мы видим то, что Луна торгуется фактически меньше одного цента, и на данную минуту маловероятно то, что она восстановится. Не менее понятно, я так понимаю, что сейчас ведутся переговоры с рядом инвестиционных фондов, которые могут поддержать Луну. Но пока что обстоятельства складываются не в их пользу. Фат, хочу вновь перейти к вам. Но вот падение этой криптовалюты, оно произошло сразу же после того, как она была отвязана от доллара. Как вы считаете, это просто совпадение или действительно вот отвязка от доллара спровоцировала падение, и доллар действительно так сильно может влиять на криптовалюты? То есть получается, что не только на какие-то другие валюты, на мировые рынки, но и на крипторынок, который, как всегда говорили, вроде бы ни от чего не зависит, от каких-то центров не зависит. Я прежде хотел бы также прокомментировать, скажем, коллегу, потому что да, теория заговора, она имеет место и обсуждается, дискутируется в кругах. В принципе, если есть довольно-таки сильный игрок, который имеет довольно-таки существенный портфель коинов, то в какой-то момент, пытаясь обменять это обратно на доллар или, как бы там, скажем, говоря языком, сбрасывая все на рынок, то может это сильно повлиять. А потом это уже может иметь каскадный эффект. Возможно, Луна не смогла вовремя удовлетворить тот спрос, который начал заводиться на рынке. И таким образом это уже повлияло как на реализацию других коинов, так и на их собственный коин, что потом, в принципе, снизило цену. Как это может отражаться на долларе? Надо понимать, что доллар является своего рода ориентиром. То есть, естественно, это не та фиатная валюта, которую мы привыкли использовать в нашей повседневной жизни. Они ориентируются на нее. Вот сейчас, например, USTD, еще одна стейблкоин, довольно-таки стабильная, но и она сейчас стоит менее доллара, скажем, на 98-97 центов. Понятно, что это не один к одному. Поэтому сейчас, что происходит, вот именно тот доверие, подрыв доверия к стейблкоинам может наблюдаться какое-то время. И возможно, что люди будут уходить обратно на какое-то время в фиатную валюту, для бы переждать вот такой, может быть, цикличный, какой-то временный период на рынке криптовалюты. Ян, а вы как считаете, как происходящее в экономике в Соединенных Штатах влияет на криптовалюту? Ну, в частности, допустим, ставка ФРС влияет ли? Вот недавно, на прошлой неделе, они повысили на 50 базисных пунктов. И, в принципе, ожидается, что в этом году еще несколько повышений будет. Будет это влиять как-то на криптовалюты или нет? Смотрите, я бы хотел немножко прояснить ситуацию, потому что, на мой взгляд, может неоднозначно сказаться одна формулировка. Луну потопила отвязка от доллара США. Но это не доллар США виноват в том, что луна упала. У луны был дочерняя монета, которую они математическими алгоритмами приравняли к доллару. И группа лиц спровоцировала отвязку курса. Понимаете? То есть фишка была в том, что их монета была один в один, ну, условно один в один, там, с разницей в цен, буквально, равнялась доллару. И доллар США здесь ни при чем то, что монета упала. Вот это важный момент. То, что доллар здесь ни при чем. То, что падает луна или упал USD. Второй, вот, был еще вопрос. То, что мы сейчас увидели с луной, и почему была выбрана луна. Как я сказал, там была брешь в их алгоритмах, в алгоритме стейблкоина. И луна это топовый проект в мире крипты. Так важно понимать, то, что это не единственный топовый проект в мире крипты, где есть алгоритмический стейблкоин. И ударив по луне, фактически по фунту одному из таких фундаментальных столпов крипты, мы уже видим то, что могут быть следующие цели. На кого может быть нанесен следующий удар. А какие, на ваш взгляд, криптовалюты сейчас могут быть под ударом? Например, это проект NIR с его монетой USN. Или это проект WAVES с его монетой USDN. Это тот же самый стейблкоин USDT Tether. И суть в чем? Это действительно, я могу интерпретировать неверно. Но мое мнение, идет гигантский передел рынка стейблкоинов. Потому что те киты стейблкоинов, которые вроде бы контролировали передвижение валюты, потому что, условно, ты покупаешь биток, и, как правило, продаешь ты биток, обратно перекладываешь в стейблкоин. Покупаешь условный эфир и продаешь его, как правило, обратно перекладываясь в стейблкоин. Так вот, те, кто держали стейблкоины, стейблкоины очень быстро наращивали свою капитализацию. И есть несколько бенефициаров, кому это может быть выгодно. Но, как я говорю, то, что сейчас мы уже видим следующие потенциальные темы, не темы, а цели, на кого могут целиться как раз-таки те люди, кто спровоцировали такое быстрое и резкое падение Луны. И если мы изначально не до конца понимали, почему биток начал корректироваться, ну, допустим, с уровня 40 с чем-то, то сейчас мы понимаем то, что можно говорить, переходя к вашему следующему вопросу, как ФРС США влияет, как еще что-то влияет. Безусловно, это влияет, но, мое мнение, это все следствие и некие слова, которые важны больше для масс-маркета. Потому что изначально киты принимают определенные решения. И киты двигают рынок, как фондовый рынок, мое мнение, как крипторынок и так далее. А уже то, что, скажем так, какая повестка информационного дня, это следствие того, какое движение они сами совершают. И ФРС, оно старается влиять на крипторынок. И как раз-таки один из бенефициаров всего вот этого кризиса, так называемый стейблкоин USDC. А USDC, опять-таки, по косвенным признакам, входит в такую сильно американскую группу компаний или проамериканскую. И, конечно же, здесь можно догадываться о том, что может быть связка и к ФРС США, и к определенному кругу лиц. Поэтому косвенно, я думаю, то, что это некие проамериканские, опять-таки, без каких-либо теорий из агров, то, что мы просто наблюдаем некие связки перетока денег. Ян, ну вот если вы говорите, что, ну, мало того, что одна криптовалюта обвалилась, могут быть еще какие-то новые цели, и как это все в результате может отразиться на финансовом рынке? Потому что стейблкоин, вот в самом названии стейбл, то есть стабильный, предполагалось, что это стабильная сфера, в которую можно инвестировать и ничего не бояться. А здесь получается, что это уже антипод стабильности. Так каких изменений можно ждать? Вы абсолютно правы, то, что суть стейблкоина, чтобы он был максимально неподвижным. И суть стейблкоина, то, что один USDT, USDT, USDC равен, ну, почти на 100% одному доллару. И когда, фактически, основной тезис стейблкоина, то есть равенство доллару подрывается, подрывается глобальное доверие. Из-за падения вот этого доверия падает одна из крупнейших экосистем в мире крипты. И под ударом, как я еще повторюсь, есть целый ряд уже других экосистем, которые, я уверен, прямо сейчас предвосхищают и стараются предотвратить, чтобы с ними не повторилась судьба Луны. И сейчас вопрос был... Напомните, пожалуйста. Каких изменений ждать на финансовом рынке мировом? Изменения будут следующими. То, что вот та волна, которая начиналась вроде бы не очень предсказуемо, то, что сначала биток начал опускаться, биткоин, и за биткоином стал опускаться весь рынок. Скорее всего, это было изначально спланированное, опять-таки, движение китов. И дальше они знали, что будет удар сначала по Луне, и Луна еще сильнее обвалила мир крипты. И, вероятно, это не закончится, потому что, опять-таки, как мы думаем, скорее всего, мы увидим еще дальнейшее движение вниз. Потому что есть целый ряд проектов, которые, во-первых, могут быть под ударом, а во-вторых, уже рынок непрофессиональных игроков, начинающих, те, кто недавно зашел в крипту. А мир криптовалюты сейчас супер-мейнстрим во всем финансовом, во всем мире, я бы уже сказал. То есть, уже давно пройдена точка невозврата. То есть, сейчас 400 миллионов людей плюс в крипте. И очень много новеньких, и они не до конца понимают фундаментальные законы, как движется крипта. И, конечно же, им колоссально страшно. Потому что дичайшее движение вниз, когда твои активы обесцениваются на минус 10-20% вниз. И, конечно же, у многих сейчас панические настроения. Потому что вот эта лавина паники, как говорил Фуат, она может нести каскадный эффект, и крипта постепенно сама себя опускает. Но мое мнение, то, что в данном случае точно не надо паниковать, и фундаментально сильные проекты, и в частности, биткоин, как основатель крипты, он, конечно же, выживет и впоследствии покажет новый хай, а за ним еще один. Фуат, а вы как оцениваете ситуацию на рынке криптовалют? Допустим, недавно криптомиллионер Брок Пирс выставил с таким заявлением, что ситуация сейчас на рынке криптовалют схожа с кризисом доткомов на рубеже нулевых. Соответственно, в биткоин нельзя полностью на него полагаться, исключительно делать на него ставку. Это очень рискованно. Вот вы с такой оценкой согласны? Ну, я думаю, что это комплимент скорее в сторону криптоиндустрии. Потому что, если мы вспомним нулевые года, да, был дотком кризис, потому что это тоже был таким же мейнстримом на тот момент, но многие не осознавали, что означает, как оценивать эти компании путем пересчета кликов или о том, сколько у них там инженеров, которые могут работать в сфере технологий. Тем не менее, если мы сейчас взглянем на тренд после 2000 года, то, конечно же, он шел вверх. Тот же Amazon был создан до этого и множество успешных проектов. Но, тем не менее, многие обанкротились. Многие обанкротились. В принципе, это нормальный отбор. То есть, когда определенные, многие инвестиционные тенденции, они цикличны. Нулевой рынок, как бы, рынок обанкротился. Некоторые компании обанкротились, но индустрия никуда не делалась. И коммерс стал еще сильнее с того времени. Понятно, что многие вложились в проекты, которые не имели за собой никакой экосистемы. Важно быть, скажем так, educated инвестором. То есть, если инвестор понимает основание, на основании команды, на основании проекта, какие обещания, насколько они реалистичны от проекта, то в каком случае, рано или поздно, данный проект выстрелит. Поэтому я считаю, что, в принципе, он также отметил, что то, что нас не сломает, то сделает нас сильнее, связывая, также относясь к биржам, также относясь к криптопроектам. Поэтому, на мой взгляд, этот рынок себя восстановит. Просто это вопрос такой, скажем, волны, которая может еще продлиться какое-то время. Мы сможем также вспомнить аналогию 2008 года. AIG-компания также имела несовершенный алгоритм. В итоге с августа по сентябрь рынок начал валиться. Lemon Brothers в итоге стала, скажем так, компанией, которая полностью исчезла с рынка. Но можно, может быть, не абсолютную параллель, такую же привести в данный момент. Я думаю, что есть определенный риск доверия, но также он исчезал в нулевых годах, также он исчезал в 2008 году. Раз в 10 лет происходит так называемый черный лебедь, когда рынок не ожидал, что произойдет полное исчезновение какой-либо валюты. Но вот мы сегодня это наблюдаем. Еще один опыт. Пуат, а скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, на данный момент какие факторы являются определяющими на рынке криптовалют? И, соответственно, исходя из того, какие это факторы, чего ожидать дальше? То есть будет ли продолжать падать криптовалюты или будет расти? Ну, понятно, что сложно сделать прогнозы на более долгий период, потому что непонятно, что будет в экономике, что будет в геополитике даже в ближайшие месяцы. Ну, хотя бы вот с учетом тех факторов, которые мы имеем сегодня. То есть какие положительно влияют, какие отрицательно? Мне кажется, что все, что мы могли наблюдать, сейчас происходит. Это как и конфликт, который мы обсуждали не раз. Это евро-доллару привязка. Это те риски, которые я отметил ранее. Фед повысил ставку, соответственно, инвестиционно привлекательности от проектов в Соединенных Штатах Буйкина. Воррен Баффет недавно буквально сказал, что он ни в коем случае не вкладывался в биткоин, что своего рода такой же месседж. Я не хочу сейчас, опять-таки, выходить в теории заговора, но, опять-таки, Воррен Баффет, в принципе, привык вкладывать в традиционные компании, такие как Coca-Cola. Естественно, это куда наименее рискованная гавань. Думаю, что эта цикличность, в принципе, ничем не отличается от того, что мы наблюдали 10 лет назад и в 2017 году, после того, как стоимость биткоина в разы упала. Поэтому важно здесь переждать и очень, скажем, взвешенно вкладывать в проекты. То есть вкладывать не на хайпе, пытаясь разложить свой портфель по разным коинам, которые мы даже не знаем, а, скорее всего, вчитываясь в основу данного проекта и понимать, что стоит за этим. Я думаю, такие проекты всегда будут довольно-таки успешными. Ян, теперь вопрос к вам. Опять же, возвращаясь к банкротству Луна, на фоне этого банкротства министр финансов Соединенных Штатов призвала принять закон о регулировании стейблкоинов уже до конца этого года. Вот все-таки, если это произойдет, как вы считаете, как будет выглядеть это регулирование и как оно изменит рынок криптовалют? Смотрите, мое мнение, что если мы идем в начало в рождении крипты и в технологию блокчейма, почему вообще появился биткоин как первая криптовалюта и почему биткоин сейчас так популярен? В основе крипты был заложен один или ряд основополагающих фундаментальных тейстов. То, что крипта – это инструмент финансовый, который отделен от государства, чтобы политики, центральные банки, чиновники, экономические системы не могли влиять на финансовую систему. То есть, суть очень простая. Крипта была создана для того, чтобы забрать власть из рук правительств и отдать его народу. Вот это изначально большой постулат крипты. И когда мы сейчас видим то, что крипту стараются зарегулировать различные страны и чиновники, это противоречит ее сути. И мое мнение, то есть, те люди, кто действительно фундаментальны и глубоко в крипте, они максимально будут минимизировать свои точки касания с централизованными государственными какими-то криптофинансовыми институтами. Джанет Йеллен, какой-либо другой государственный чиновник, они будут создавать крипто-платформы различные, криптоинституты, потому что мы понимаем уже то, что это наша следующая эволюция всей мировой финансовой системы. Но действительно, скажем так, сила крипты, она будет в других проектах. И мир, мое мнение, все-таки будет двуполярным с точки зрения финансов. Будут государственные криптофинансовые системы. И я уверен, будут децентрализованные криптофинансовые системы. И они будут по своей сути конкурировать. Поясните, пожалуйста, насколько правильно я вас поняла. То есть, если в Соединенных Штатах, допустим, отрегулируют эту сферу, соответственно, те люди, которые глубоко в крипте, они уйдут из Соединенных Штатов в какие-то другие страны, где это не регулируется или как? Нет, не так. Смотрите. Суть в другом. Суть в том, что, допустим, Америка, или вот сейчас, у нас есть классические криптобиржи. И эти биржи централизованные. То есть, у них есть руководитель, и когда клиент приходит на эту криптобиржу, он проходит процедуру верификации. Он показывает паспорт, я Ян Марчинский, вот я у вас теперь торгую. И сейчас появились децентрализованные биржи, где никакую процедуру верификации ты не проходишь. Ты подключаешься с определенным криптокошелечком, и, скажем так, совершаешь независимую транзакцию. И все, что тебе известно, то, что ты вот такой вот номер в сети. А кому принадлежит этот номер, можно только догадываться. Так вот, крипта все-таки как постулат. Она не должна быть зависима от государства. Поэтому, да, люди будут, если они будут делать какие-то бизнесы в интернете или в крипте, конечно, мы будем стараться платить налоги государству. Но по максимуму стараться не зависеть от этих институтов. Как, например, банальный пример, криптобиржи Binance или Coinbase ограничили доступы к своим кошелькам для россиян или граждан Белоруссии. А децентрализованные биржи, они по своей природе не могут ограничить из-за любого политического действия доступ к тому или иному физическому или юридическому лицу. Понимаете? И в этом большая разница. Одни политически зависимы, а другие нет. И те, кто независимы, конечно же, они вызывают больший интерес у, скажем так, у людей из мира крипты. Фат, ну и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. Вот, а вы как считаете? Вот США хочет регулировать, многие другие страны хотят регулировать. Наверное, у каждого будут какие-то свои законы. Тоже вы считаете, что разделятся на независимые биржи и независимые политически? Я думаю, прогресс нельзя остановить. В итоге криптовалюта сохранится и ее спрос будет расти. Просто если мы, на секундочку, вспомним, что эфир сейчас можно проводить в Ютьюбе, в Фейсбуке. Ведь буквально 20 лет назад об этом даже представить было довольно-таки сложно. Нужно было получить кучу лицензий, разрешения для того, чтобы хотя бы радиоволну открыть. В данный момент сейчас можно выходить в эфир по любым темам без какого-либо разрешения. То есть это своего рода та же тенденция, где это уже не регулируется. Основы биткоина, блокчейна, это где peer-to-peer, где участники игры сами между собой договариваются о транзакции. А когда нужно заполнять сотни документов, разрешения, где есть лимиты и так далее, естественно, ограничивает это развитие экономики. Понятно, что это открывает дорогу для каких-то, может быть, нежелательных платежей между странами или индивидуами. Но они и сейчас имеют место. И, скорее всего, это больше всего имеет место в реальной валюте. Поэтому я думаю, что это лишь вопрос времени. Скорее всего, будет принято решение, если нельзя этому противостоять, как к этому присоединиться. И, возможно, это и будет таким хаппи-эндом для криптовалюты, которая должна быть частью экономики. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, наше время подошло к концу. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». С вами была я, Елена Косолапова. И сегодня мы обсуждали падение курса биткоина и обесценивание практически до нуля криптовалюты «Луна», которая ранее входила в десятку важнейших криптовалют по объему рыночной капитализации. На мои вопросы отвечали Фуат Каримов, преподаватель университета АДА по корпоративным финансам программы MBA и Ян Марчинский, сооснователь криптоинвестиционного фонда Y2 Finance, основатель школы инвестиций в криптовалюту Ян Бестер. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставайтесь на CBC. Редактор субтитров А.Семкин